всем доброе-предоброе утро вот мы сейчас все вместе собираемся ехать школу так как мы остановились у ильи родители то нам нужно будет доехать до моих родителей анюта переоденется в нарядную форму соберет учебники все и пойдем в школу и будем сдавать учебники до классный час последний и вообще в принципе последний раз она идет в свою старую школу увидеться со своими одноклассниками последний раз и все не заберу я сегодня документы или может там в понедельник будет видно когда они будут готовы вот потом они отпускают шары в небо ну кто-то идет фотографироваться кто-то нет потом я вроде как едут на природу родители но мы в этом уже участвовать не будет у не будем но со своими одноклассниками с кем надо мы будем продолжать общаться дальше доски монета подружилась вот все мы уже собрались практически отдельно оделись все будем выходить потому что уже как раз время подходит к тому когда нам надо быть в школе да вот так что вот так ты волнуешься нет нет ни не грустно прощаться со школы с первым классом да ладно пока ты еще это не так сильно осознаешь то пока не вид не увидела в школу все мы выходим доброе утро папочка да 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 мамочка нас прохладно что-то как-то ветерок холодный стоим во дворе сейчас ждем такси потому что как обычно долго прособирались вчера поздно легли сегодня рано очень стали еще по московскому разница время на час мы с я на вообще не привыкли они таки недовольные стоят на всем и станет уже переоделись я взяла портфель все учебники идем торопимся а не то и яночка с тыльей там догонит нас потом а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хотела сразу забрать еще и документы из школы, но у меня так и не получилось, потому что уже директор ушла, написал за то заявление, сказали приходить в будни, в понедельник или во вторник, и они мне отдадут все документы и карточку медицинскую. Вот, ну и в принципе и все. С учительницей мы тоже попрощались, очень хороший человек, не знаю, попадется нам такая уже учительница хорошая, которая умеет подход найти к детям или нет, я очень на это надеюсь. Вот сейчас иду к родителям, потому что Илья уже с детьми ушел, не стал меня дожидаться, просидел, потому что я сейчас ждала, когда меня примут, наверное, полтора часа. Вот, ну и сейчас пойдем к ним, посидим, пообщаемся, отметим наш приезд, потом будет видно, чем будем дальше заниматься. План, конечно, очень много. Все, мы пришли уже к маме, Анюта там, как обычно, занимается своими делами спортивными. Вот, мама накрывает на стол, сделала картошку, пюре, мясо, салатики. Мы теперь решили зайти в Магнит, купить кое-какие продукты надо будет. Будем, наверное, крошку сегодня делать вечером. Сладенькая они еще тут бегают. Вот, сладенькая. Сладенькая. Пошли, давай. Так, сами еще не знаем, что именно хотим. Но что-то надо купить, чтобы готовить и кормить всех. Вот, нашли мороженое. Раньше на него не обращал внимания, сейчас только оно и бросается в глаза. И здесь то же самое. И стоит оно здесь то же самое. Так, ладно, какое выберем, думаем, большое или маленькое. Сейчас решили, значит, на скорую руку приготовить окрошку. Картошка у нас уже была отварная. Отварили яйца, я все быстренько нарезала. Вот, я обычно все делаю в окрошку кубиками. Потому что, если, я знаю, многие трут на терке, мне не очень нравится вкус, все равно он меняется. Яносик пьет тут квасик. Вот, сейчас тоже, кстати, окрошку делаем только с квасом. И добавляем или детям, например, со сметаной или с майонезом. Все остальные напитки, там, минеральная вода или еще что-то, я не делаю, потому что никому не нравится. Вкус нравится только с квасом. Вот, у каждого свой рецепт, каждый его делает по-своему. Ну и заправляю я уже, когда каждому накладываю в тарелку, после этого заправляю. Так и оставляю, просто открываю крышку и убираю в холодильник. Вкусный квас! У нас уже время 7 часов. Я сейчас сижу одна в квартире, вышла на ложе, вот на таком вот барном стуле сижу. Смотрю в окно, наслаждаюсь тут пейзажем, полем. Тоже здесь поле есть, рядом какой-то, по-моему, аэродром. Вот, и просто сижу в тишине. Илья пошел на улицу, сейчас немножечко с детьми погуляют перед сном на часочек где-то. И придут, дал мне возможность отдохнуть, побыть одной, потому что он сам прекрасно понимает, что я тоже устаю с Яной сидеть. Тем более в другом городе, когда я была в Краснодаре, два месяца без вообще какой-либо помощи. Одна, и как бы все равно любая мамочка хочет побыть одна, в одиночестве, в тишине. У кого, я думаю, есть маленькие дети, только те меня поймут. Вот, потому что дети вырастают очень быстро, потом это все забывается. А иногда даже хочется потом это вернуть назад, чтобы они были маленькие, такое же было беззаботное или заботное вот это вот времяпрепровождение с детьми. Вот, и вообще, в принципе, я очень благодарна Илье за то, что он отличный отец. Он меня всегда во всем поддерживает, по возможности, по максимуму, мне вообще везде помогает. И как по дому, в быту, там где-то что-то приготовить, где-то что-то помыть. Ну, и также с детьми. Или он пойдет погуляет, или спать уложит, или еще что-то. Я, конечно, просто безумно благодарна, что о судьбе, что, в принципе, мы нашли друг друга. И что сейчас уже в этом году у нас будет 10 лет совместной жизни, чему я безумно просто рада. Ну, и сегодня мы, получается, были последний день в школе. Анюта попрощалась со всеми своими одноклассниками. Учительница, по-моему, она мне сказала, вызвала ее сегодня к доске. Сказала ей напутственное слово доброе, и с ней попрощалась. Сказала, что вот одноклассникам, что вот она уходит из нашего класса, уезжает в другой город. Одноклассники с ней попрощались. Одним словом, сегодня у нас был последний прощальный день в школе. Но, вот честно, я смотрю по Анюте, она еще ничего не понимает. Вот, что она уходит из школы, что у нее будут другие какие-то одноклассники, другой город. Наоборот, она меня спрашивает, когда, когда мы поедем, когда мы уже будем там постоянно жить и так далее. То есть у нее нет сейчас осознания того, что она что-то меняет в своей жизни. Я не знаю, придет ли это осознание к ней, когда она уже будет в новом классе. Занюту я, поэтому не переживаю, что она быстро найдет себе там новых подружек, новых друзей, будет у нее все хорошо в новой школе. Вот, потому что, мне кажется, все равно, чем раньше ребенок меняет и школу, и все остальное, тем это как-то менее болезненно происходит. И быстро находятся друзья, и учителя, и подруги, и вообще все отлично. Просто я помню себя, когда я переехала из Казахстана в Россию. Это был 10-11 класс. Это для меня был огромный стресс. И я просто не могла привыкнуть вот эти два года к тому, что я поменял не только город, но еще и класс. Все мои друзья остались там. Это был такой, знаете, тяжелый, очень переломный момент в моей жизни. Вот, и поэтому я его запомнила. Но я думаю, с Анютой все будет совсем по-другому. Все будет у нас хорошо, и, конечно же, нас только лучше ждет впереди. Вот, что хотела еще сказать, что читая в последнее время комментарии на своем канале, и вообще какая-то проглядывает постоянно в каждом видео нотка недопонимания, опять начинается сравнивание Энгельса с Краснодаром, чего я вообще не понимаю, как можно, в принципе, сравнивать два абсолютно разных города, которых, к тому же, я уверена, вы ни разу не были ни в Энгельсе, ни в Краснодаре. Поэтому смысл сравнивать вообще, в принципе, два города и выбор других людей, которые его сделали, я не вижу даже смысла это обсуждать. Мы свой выбор сделали, чему мы безумно, мы, мы, попрошу заметить, мы безумно рады. Я смотрю на моем канале, проглядывается нотка какая-то недопонимания, и я решила, что по приезду в Краснодар я немножечко пересмотрю свое ведение канала, и, скорее всего, у меня будет в роликах, как и мне некоторые предлагали, ответы на вопросы. То есть те вопросы, которые мне задавали под предыдущими какими-нибудь роликами, я на них буду отвечать в видео. Вот, если мне, конечно же, эти вопросы покажутся такими интересными. И я думаю, буду высказывать не только отвечать на эти вопросы, но и высказывать еще свое мнение, потому что это мой канал. Если вы меня смотрите, значит, я вас чем-то заинтересовала. Вот, и я думаю, вам будет интересно послушать тот или иной ответ на... мой ответ на ваш вопрос. Вот, но это все изменения будут, наверное, по приезду в Краснодар, потому что сейчас здесь, мне кажется, будет это не особо актуально. Сейчас придет Илья, мы с ним пойдем смотреть фильмы, после того, как детей уложим спать, и будем отдыхать. Завтра мы еще не придумали, чем мы будем заниматься, но явно сидеть дома не будем. Если будет хорошая погода, то, может быть, куда-нибудь поедем. Вот, все, много наболтала уже, буду прощаться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok